Меня зовут Рината Шакирова, я выпускница знаменитой Академии Русского Балета имени Ваганна. Правая нога должна встать на кулису. Пам-пум. Огромное любопытство было, ну что же этот Соскоридзе тут нам покажет. Раз, два, три, четыре. Я Софья Валюлина, я поступила в Академию Русского Балета имени Вагановой. Я уже была зачислена в труппу Мариинского театра. Самый важный шаг – это вот первый на сцену. Молодец, вы сейчас правильно все распределила. И не спеши. Меня зовут Рината Шакирова, я выпускница знаменитой Академии Русского Балета имени Вагановой. Наша Академия находится в Петербурге, но один из последних выпускных спектаклей мы танцевали в Москве на сцене Кремлевского дворца. Инаточка, все правильно сделала. Когда ты делаешь шене, правая нога должна встать на кулису. После шево-часа сходишь, правая нога на кулису. Пам-пум. Я очень волновалась за выпускной спектакль, потому что Николай Максимович доверил мне сольную партию в балете Лоуренсия. Когда мы приехали, у нас была единственная репетиция. Почти за 30 лет Академия не уводила своих выпускников, не показывала в столице. Помимо выдающейся истории школы, конечно, сдавал экзамен ректор, на которого достаточно долго возводили жуткую напраслину, оскорбляли. Мне не стыдно это говорить. Многие люди потратили не одну тысячу долларов, но для того, чтобы очернить меня в средствах массовой информации. Огромное любопытство было, ну что же этот сискоридзе тут нам покажет. 20 минут достаточно будет отдохнуть? Ребят, встаньте быстро на поклон. Слушай, мне бы чай выпить горячий, сладкий. Мне что-то очень плохо. Я просто умираю. Молодцы. Да, мне что-то было очень неважно. Я даже не знаю, то ли я приболел, то ли уже и волнение сказывалось. Не знаю. Снег. Спасибо. Вы сделаете готовность? Вы знаете, что там нет. Исполнять было гораздо легче, нежели, когда я стал педагогом, наблюдать со стороны. Ты гораздо больше волнуешься и отдаешь сил, когда ты смотришь со стороны. Станцевать легче. Раз. А. Два и медленно. Раз, поворот. Сын. Герочка, посмотри. Гера, вот ты сделал последний судьбаск. Пам. Теперь смотри. Раз. Два. Три. Четыре. А теперь пам. Ладно? Вот это важно очень. Понимаешь? Тогда у тебя все получается. Ты как? Ноги. Все замечательно. Ну не посолапится. Угу. Ты побреешься? Если я успел магазин сбегать. Я не успел сбегать. Британа. Ты отсюда не успеешь сбегать. Ой. Ирина Александровна, подойдите ко мне немножечко. Надо попросить Илья Хмалу, чтобы она принесла побрит свежения. У него нет ничего. Сейчас позвоню. Чуть-чуть открой, Женя, руки. Открой. Открой. Вот, вот, чуть-чуть. Чуть-чуть они, да, вот так. Покланились красиво. Все вы умеете. Побежали. Все. Поклоны помните? Идите, переодевайтесь, отдыхайте. Спасибо. 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 Это был самый волшебный момент в моей жизни. Это было счастье, радость за мой выпуск, за вообще всю Академию. Я видела, что Николай Максимович был доволен и был очень счастлив. АПЛОДИСМЕНТЫ То, что главные издания московские, которые потратили много времени, очерняя меня, не написали ни одну критическую статью, но на вот спектакль в Москве свидетельствует о гигантском успехе. Потому что ругать было, ну, понятно любому человеку, что это уже куплено. А хвалиться, скорее, нельзя. Еще команда не дана. В интернете можно прочитать, блоги взорвались, в фейсбук и так далее, от восторженных рецензий зрителей и так далее. А то, что вот так называемые критики, люди, которые за это получают деньги, промолчали, это, конечно, смешно. И это главный мой успех. После поклонов я начала рыдать. Я не могла сдержать эмоции. И это было и от радости, и от печали. От печали, что я прощаюсь с Академией, я прощаюсь со своими педагогами, с однокурсниками. После выпуска я получила приглашение в Мариинский театр. И это новая жизнь, новая ступень, и ты не знаешь, что будет дальше. Одевай вот эту пока. Все. Сейчас остальное все сама вынесу. Я Софья Валюлина, и я поступила в Академию русского балета имени Вагановой. Раньше мы жили в Уфе, в Башкирии, а теперь мы переехали в Санкт-Петербург. Конечно, было очень сложно оставлять свою любимую и престижную работу в Уфе. Тем более, что я там являлась одним из ведущих концертмейстеров, специалистов в своей области. Но я не могла отправить свою дочь Софью одну в другой город. И я приняла решение поехать вместе с ней. Ой-ой-ой. Конечно. Мужится. Придется, наверное, как-то... Я никогда не жила отдельно от мамы, и очень хотела, чтобы она здесь нашла работу. И если она не дает работу, она мне на все будет жить, и она уедет обратно в Уфу. И это будет для меня ужасно. Сейчас, Сось, подожди, я свет включу. Ты уж уже зминаешься? Да. Хочешь играть? А? Я устрою. Я посмотрю, что это застроение. Я не расстроена. Софья с детства была неусидчивым и угомонным ребенком. Поэтому мне пришлось ее отдать на танцы. И вот пока мы ехали в поезде, она тоже умудрялась висеть на этих перекладинах, умудрялась там заниматься, прыгать и скакать. Вот, несмотря на то, что два дня в поезде и в дороге мы очень сильно устали, и мы только вот зашли вот в квартиру, и она все равно продолжала заниматься. Я же не зря сюда приехала быть с тобой, найду работу. Ну, жалко, конечно, свою школу оставила. Ну, ничего. Устрою здесь. Да? Время обратно поехать. Держи. Тяжело, конечно, будет в начале. Ну, ладно. Я не знала, конечно, где я буду работать и как устроится вообще моя карьера. Я понимала, что если у меня что-то здесь не заладится, мне придется ехать в Уфу. Если я очень переживала, как Софья адаптируется к новым условиям, к новым преподавателям, к новым одноклассникам, то Софья совершенно не волновалась, а наоборот, с нетерпением ждала, когда же начнутся ее любимые занятия танцами. Продолжение следует. Я пришла в академию в день начала занятий. Не хочется покидать эти стены. Хочется приходить на занятия, на классику, на дуэт. Но я уже была зачислена в труппу Мариинского театра. Четвертый, на раз. Диана поднимается. Ринада. Кто идет, Софья? Ринада. Ринада. Привет! А можно вас остановить? Да, отлично. Очень приятно с вами познакомиться, особенно увидеть вживую. Нам очень хотелось познакомиться с Ренатой Шакировой. Мы ходили на ее выступление в Уфе и следили за творческой судьбой. И мы знаем, что она наша землячка. А когда были маленькие, какие ролики называли? Вот я тебе расскажу про свою первую партию. Это тоже было на сцене Мариинского театра. Я играла поваренка. Мальчика. Маленького мальчика. И когда мы только начинали репетировать, я приходила домой маме расстроенно. Говорю, мама, вот мне дали поваренка. Это за мальчика. Вот не за девочку, а за мальчика. Я тоже там чуть ли не плакала. Он говорит, Рената, ну ты что? Это же наоборот отлично. Ты должна показать себя. Должна сыграть мальчика лучше, чем сами мальчики должны. Это вот актерское мастерство. И я помню тоже первый выход, когда поднимается так занавес. Просто я спускаюсь так по лестнице. И тоже у меня здесь была такая колбаса. Но она не настоящая. А я должна была так идти и делать вид, что это настоящее. Я бы тоже станцевала партию мальчика, поваренка. Но в Афибе я хотела бы станцевать партию Маши из балета Шелкунчика. Я даже немного ее и выучила. Дорогая Соня, я тебе желаю удачи. Всего у тебя. Самого-самого. Хорошего. Надеюсь, все у тебя будет. Хорошо. Спасибо. Будем стараться. Спасибо. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Я решила сделать подарок Софье. И купила билеты в Мариинский театр. На спектакль «Дон Кихот», где дебютировала Рената Шакирова. Но мне кажется, это уникальная возможность для Софьи посмотреть на балерину, с которой она знакома. Когда я поступала в Академию, я помню, это был 2006 год, и первое время я жила в интернате. Помню, тоже мы очень... не хотела расставаться с мамой. Мы очень часто созванивались, часами разговаривали по телефону. И она всячески меня, конечно, поддерживала. И уже где-то через 4 года примерно, да, родители решили переехать сюда тоже, в Питер, чтобы помогать, поддерживать. И мама, да, с папой сняли квартиру тоже рядом с Мариинским театром. Мама еще тоже заранее продумала, чтобы было и рядом с театром, и в то же время близко было ходить в Академию. Привет, мама! Приветики! Так, судьи. У меня сюрприз. Мы сегодня начали репетировать Машу. И что педагог сказал? Сказал, нормально. Ну, потом еще Николай Максимович будет смотреть. Да? Еще будете говорить? Да, выбирайте. Здорово! Молодец, поздравляю! Когда мне Софья сообщила, что ей дали роль Маши из спектакля «Щелкунчик», я даже не поверила. Ну, потому что знаю, что эту партию обычно исполняют девочки постарше. А у меня у тебя тоже сюрприз есть. Какой? Знаешь, какой? Я купила билеты, угадай, куда. Мариинский театр. На спектакль «Дон Кихот». Да. Классно, да? Да. А знаешь, кто будет танцевать китре? Классно. Рената Шакирова. Классно. Так что, пойдем в театр. Очень важно заранее прийти перед премьерой и вообще перед спектаклем. Обязательно подготовиться, проверить пуанты, тоже накраситься, привести себя в порядок. Вот и сейчас тоже я иду заранее, чтобы разогреться и уже настроиться на спектакль. Ну, очень, конечно, жалко, что время как бы на подготовке было. Ну, мало. Честно, еще бы неделю, и было бы, может быть, даже как-то больше уверенности. Ну, и сейчас, конечно, хочется показать, на что способна. Вот. Это и проверяется. Каждый артист на то, как ты быстро реагируешь, быстро учишь партии. И самое, конечно, сложное, это даже, когда общие массовые танцы. И ты должен не выделяться, но в то же время и показать, может, свою индивидуальность. И вот можно сказать, что весь спектакль я соберу вот только сейчас вот на премьере, на сцене. Можно? Можно. 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 С Кемином нас связывают не только партнерские отношения, это даже больше. Мы очень любим друг друга, и мне кажется, это, на самом деле, помогает на сцене показать даже не просто чувство любви, а это настоящее чувство. И особенно, конечно, поддержка для меня, как для первого выхода, для первой премьеры моей, это очень важно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...